Это программа День с толком в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. До сих пор без выплат барнаульцы, у которых во время осеннего урагана пострадали машины, будут добиваться компенсации через суд. Громкий процесс об убийстве. Судебное заседание по делу Константина Подуна впервые прошло в присутствии прессы. Горячие баталии на заснеженных склонах. Чем удивил этап Кубка России по горнолыжному спорту в Белокурихе. Но вначале почти полтора миллиарда рублей направят на ремонт дорог в Барнауле по национальному проекту в 2024 году. На них отремонтируют 21 участок общей протяженностью 24 километра 200 метров. В этом году обновят улицы Новгородская, Фурманова, Северо-Западная, Юрина, Гущина, Инициативная, Короленко, Ерных, Чернышевского, Ветеринарная, Суворова, Мамонтова, а также проспект Энергетиков и еще ряд проездов. Подчеркнем, что сделают также улицу Сергея Семенова от Попова до Солнечной Поляны. Ее ремонта жители окрестных домов ждут уже много лет. Дорога за нами, по сути, это технологическая бетонная плита, которая была сделана для того, чтобы просто тяжелый транспорт сюда ездил строительный. Все. После этого здесь никто ничего не делал. Эту дорогу обещают отремонтировать к 1 октября, но на краевые средства. Для этого уже заключили договор с подрядчиком Барнаульским ДСУ номер 4. Управление получит за работу 252 миллиона рублей. К концу года нормативность дорог в столице края должна подняться с 82 до 85 с лишним процентов. Добавим также с полным перечнем объектов. Ознакомиться можно на сайте администрации города. Сейчас идет поиск подрядчиков. Барнаульцы, у которых пострадали машины во время осеннего урагана, до сих пор не получили никаких выплат. Напомним, 19 ноября на партизанской 169 произошло обрушение фасада. В здании находится медицинский центр. От машин, которые находились рядом на парковке, практически ничего не осталось. Разборки пострадавших и владельцев медцентра спустя несколько месяцев вышли на новый уровень – судебный. Почему стороны никак не могут договориться – смотрите в сюжете. Осенний ураган закружил жизнь Натали Кригер. 19 ноября прошлого года, когда край накрыл мощный ветер, женщина приехала на работу. Припарковала машину, а дальше то, что вы видите на этих кадрах. В здании на партизанской 169 произошло обрушение фасада. По словам Наталии, в этот момент она находилась в машине. Я задержалась в автомобиле, как сказали потом сотрудники МЧС, что если бы вы вышли в этот момент, то вас бы накрыло. Вот я задержалась, не вышла, и в этот момент произошло обрушение. Выскочили сотрудники из пекарни и завели меня к себе, оказали первую помощь. У меня вся голова была в стеклышках мелких, как у ежика. То есть брызги вот эти вот стекла и камни, те как-то оказались уже за шиворот. Сильно пострадали машины. Из четырех владельцев с одним удалось договориться. Ранее владелица медицинского центра, который как раз располагается в этом здании, сообщила корреспонденту портала «Толк» о том, что остальным пострадавшим она предлагала хорошие суммы. Но опять же, по ее словам, они захотели новые машины. В итоге, одну сторону обвиняют в жадности и равнодушии, другую – в желании нажиться и купить новое авто. Обсудили то, что мы сделаем оценку ущерба, и она, соответственно, готова выплатить. Мы успокоились. Через некоторое время Беляева сменила юриста. Нам начал звонить всем участникам другой человек и предлагать 50% от суммы ущерба, которую нам насчитали. Ну, естественно, мы не согласились. В моем случае это было около 250 тысяч. Ваша машина, она сколько примерно стоила? Вот сейчас. Ну, на рынке 700-800 тысяч сейчас моего года стоит. Всем понятно, что и Ольга Беляева тоже в этом не виновата, но имущество ее, ее имущество повредило наше имущество. Есть вопросы и к третьей стороне – застройщику. Ведь, по словам юристов, тот самый ураган нельзя назвать непреодолимой силой или стихийным бедствием, как цунами. Здесь, конечно, нужно выяснять вопрос, а почему здание-то было построено именно в нарушении ГОСТов, СНИПов, то есть это строительные нормы. Здесь не ветер, как указывали о том, что да, сильный ветер. Но, извините, даже если это ветер такого размера, здания не должны рушиться. Собственники автомобиля, они, если не получат денежную компенсацию, они останутся со своей бедой. Но если у нас компенсацию сделает собственник нежилого помещения, у нее возникнет право в регрессном порядке предъявить строительной организации. Трое пострадавших в итоге пошли на крайние меры и подали в суд. Первое заседание уже прошло, второе назначено на конец февраля. У них даже и мысли не было, что, оказывается, собственник нежилого помещения имеет уже регистрацию в городе Москва, а у нас в суды-то, когда предъявляются убытки, поддаются по месту нахождения ответчика. То есть она заведомо знала, что мы здесь, возникнут проблемы с подачей искового заявления о взыскании убытков. Так у нее прописка московская. Кто найдет правду в суде, пока непонятно. Мы будем следить за этой историей. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнауле подвели промежуточные итоги подготовки к выборам президента. В регионе обучили несколько тысяч кандидатов и наблюдателей. В общественном штабе наблюдения за выборами рассказали, что первый этап обучения успешно завершен. На сегодняшний день охвачены все участки, а их 1684. Кандидаты изучают теорию, а также учатся принимать решения в нестандартных ситуациях. Четыре команды преподавателей в течение двух месяцев колесили весь Алтайский край. Более 50 было сделано поездок. Обучено количество наблюдателей, которое позволяет закрыть практически все участковые комиссии с достаточным резервом. Разбирали практически какие-то ситуации, которые были на территории Алтайского края. Разбирали способы борьбы с фейками, способы реагирования на нарушения. Также в Барнауле обсудили электоральные перспективы. По словам экспертов, явка на выборы будет высокая. При этом сегодня на активность избирателей не особо влияют такие банальные факторы, как плохая погода. Многие горожане, особенно молодежь, планируют сделать выбор с помощью электронного голосования. Сами понимаете, в рамках актуализированной внешней повестки, в рамках того блока, как у нас сейчас принято говорить, вызовов стоящих перед обществом и с повесткой консолидации, о которой все говорят, ну тут и явка, и результаты будут, сами понимаете, на уровне прошедших выборов, как минимум. Многие специалисты говорят, что контур 80 – это то, что объективно. Добавим, на сегодняшний день Центральная избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов от партии ЛДПР, КПРФ, «Новые люди», а также самовыдвиженца действующего президента Владимира Путина. Расширение рынка сбыта и устранение кадрового голода – ключевые проблемы предпринимательства края. Как их эффективно решать и какие проекты, направленные на развитие алтайского бизнеса, будут действовать в регионе в ближайшие пять лет? Эти и другие вопросы обсудили сегодня участники съезда торгово-промышленной палаты Алтайского края. Малый и средний бизнес региона переживают сложные времена, признали на восьмом съезде торгово-промышленной палаты края. Но его участники также подчеркнули, что алтайское предпринимательство стойко выдержало и пандемию, и геополитические перипетии. Число субъектов малого бизнеса сегодня даже немного растет – за 2023 примерно на 4-5%. Сегодня в нашем регионе насчитывается более 77 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня они осуществляют более четверти инвестиций во всю экономику нашего региона. Малое и среднее предпринимательство представлено всеми направлениями, отраслями, сфер деятельности. Пережить сложности предпринимателям во многом позволили меры господдержки, увеличение льготного финансирования, дополнительные налоговые каникулы, моратории на проведение проверок и так далее. Но если эти программы были нацелены скорее на выживание сектора, то сейчас, уже говорят эксперты, пора начинать развиваться. Инвестиционная деятельность, вопросы внешней экономики никто не снимал. То есть нам необходимо расширять рынки сбыта, то есть закреплять свои позиции и положения на рынках сбыта, которые мы сегодня имеем, расширять, находить новых партнеров. Этот вопрос будет, безусловно, решение вопросов кадровых проблем. На уровне края сегодня разрабатывают разные инициативы, направленные на поддержку сектора. Например, планируют уменьшить стоимость патента для ИПшников по некоторым направлениям. Среди них грузоперевозки, услуги дошкольного и дополнительного образования, а также вендинговые аппараты. Те, кто занимаются торговыми автоматами, кофейными, например, в Красноярском крае этот вид вообще выделен отдельно. А у нас в этом году, у них достаточно большие сложности, потому что патенты не получают как на нестационарный торговый объект, ну, мини-магазин. С целью поддержки малого бизнеса и роста налоговых поступлений в бюджет в регионе вновь вернуться к рассмотрению закона о наливайках. Произойдет это в апреле. В целом же, говорят участники съезда, нужно создать комфортные условия для развития важного сектора экономики. Но для этого в ближайшие годы необходимо удержать достигнутые позиции на существующих рынках продаж и утолить кадровый голод. Эффективно решать эти проблемы можно лишь при тесном взаимодействии власти и бизнеса. Елена Кузовкина, Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. В открытом режиме впервые после долгого перерыва на очередном заседании по делу Константина Подуна, которого обвиняют в убийстве бывшей супруги в январе прошлого года, разрешили присутствовать журналистам, а именно в съемочной группе нашего телеканала. Правда, стороны процесса придерживались разного мнения по поводу присутствия прессы в зале. Подробности заседания в нашем сюжете. Подсудимые его защиты против видеокамер в зале суда. Прокурор не возражал. Сторона потерпевших отдала решение суде. Вердикт, все, что могло навредить детям убитой, уже рассмотрели. Да и сейчас время дополнений, поэтому наша съемочная группа осталась следить за громким процессом. С учетом того, что дело в конце прошлого года решено было пересмотреть, сегодня по ходатайству прокурора вновь заслушали июньские показания эксперта о судебно-медицинской экспертизе тела убитой, а также показания учительницы одного из детей, уже по ходатайству потерпевшей стороны. К слову, по словам педагога, от 5 июля прошлого года, Елена Подун была человеком открытым и общительным, и в основном она забирала ребенка из школы и ходила на собрания. Адвокат потерпевшей стороны сегодня заявила ходатайство о возмещении морального и материального ущерба потерпевшему. Это брат Елены Подун, а также двум несовершеннолетним детям, которые остались после смерти матери. Миллион рублей морального ущерба – сумма, которую просит удовлетворить потерпевшая сторона, а именно брат Елены Подун. Плюсом еще 246 тысяч материального, из них 150 пошло на организацию похорон и 96 на установку памятника сестре. На каждого из детей, оставшихся на попечении брата Елены, по 3 миллиона морального ущерба. Ни одного искового заявления подсудимый не отклонил. Возражение по приобщению искового заявления уточненного имеется? Не возражаю. Согласился Константин Подун и с возмещением средств на оплату услуг представителя потерпевшей стороны. Там фигурировала сумма в 92 тысячи рублей. Все документы и чеки приобщены к делу. Кстати, сегодня после года в СИЗО подсудимый внешне спокоен, хотя волнение и проявлялось. Все заседание он крутил в руках ручку. Прокурор сегодня попросил дать время на подготовку к премиям сторон, поэтому сегодняшнее заседание было решено перенести, и теперь оно состоится 19 февраля, где, собственно, и будут выслушаны премиям сторон. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. Школьников научат действовать в условиях ядерного взрыва и первой помощи раненым. Накануне в Министерстве просвещения утвердили окончательную версию стандарта для предмета ОБЖ. С сентября она будет называться «Основой безопасности и защиты Родины» и будет включать в себя блоки по огневой и тактической подготовке, а также о способах защиты от оружия массового поражения. Что думает о новшествах, узнавала наша съемочная группа. Ну это надо знать, конечно. А сами знаете, как спасаться? Да, уже поздно спасаться. Мнение ваше такое по такому поводу? Ерунда, если все это не бежит. Ну в связи с этой ситуацией сегодняшней нашей, ну актуальной, думаю актуальной будет. Ну хорошо. От атомной бомбы не убежишь, поэтому я считаю, просто взрослые должны контролировать происходящее. То есть, естественно, началась тревога об авиаударе, это эвакуация детей. Дети-то ничего не сделают. Ничего не думают. Вред, но надо всему учить детей. А вот вы сами знаете, как спасаться? Нет. Не верьте в ничего, а там бомбы никто не спасет. У нас в школе было ОБЖ, нас изстрелять учили, из автомата разбирать. Хорошая эта идея. В наших школах сейчас учат всему, почему бы и нет. Да, там на войне, наверное, не доживем мы при нынешнем президенте. Надеюсь я, надеюсь на это. А считаете, можно спастись вообще от взрыва ядерной бомбы? Думаю, что нет. Тогда зачем учиться? Ну, я даже не знаю. Надеяться на что-то, а вдруг? Ну, если защищаться, то надо, в принципе. Надо знать, как защищаться. А уж как будет получаться на самом деле, я пока не могу сказать. Отбывает наказание за продажу приправы для булочек и мечтает о помиловании. Речь идет об осужденной Дарье Бетюцкой, одной из участниц громкого макового дела на Алтае, которую приговорили к 10 годам лишения свободы за продажу кондитерского мака. После сюжета о Сергее Сиренко, которого помиловал президент за участие в СВО, наша съемочная группа отправилась в женскую колонию и пообщалась с еще одной фигуранткой макового дела, которая пока только может мечтать о помиловании. Слезы даже не от осознания того, что много времени еще предстоит провести в колонии от пережитых воспоминаний. Несколько лет назад Алтайскую троицу Сергея Сиренко, Юлию Сиренко и Дарью Бетюцкую приговорили в общей сложности к 26 годам лишения свободы за контрабанду и продажу кондитерского мака. В приправе нашли следы присутствия наркотических веществ. Судебный процесс проходил крайне эмоционально. Судья не рассматривала ходатайство фигурантов дела. Напряжение росло с каждым слушанием. На одном из последних, обвиняемой Дарьей Бетюцкой, понадобилась скорая помощь. Дыши, 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 девочка, дыши. Меня слышите? Маковых наркобаронов посадили. Сергею дали 11 лет, Юлии 5, Дарье, к которой мы сегодня приехали в колонию, 10. И вот уже два года женщина живет по режиму. А о прежней жизни напоминают лишь проколотые на воле уши. А сережки хотите надеть? Конечно, у меня дома горсть. Приговор Дарья приняла, но справедливым его не считает. Она не понимает, почему не были рассмотрены ходатайства, которые доказывали ее правоту. Взять даже мое последнее ходатайство, которое я надеялась на положительный результат. Постановление Мишустина, в котором четко говорится, допустимая норма различных примесей и всего остального от килограмма составляет 15%, значит 15 грамм. В моем случае с килограмма достали 0,64 грамма. Это даже меньше половины грамма, которую невозможно рассмотреть. Вот за вот эти 0,64 мне дали 10 лет. В колонии женщине пришлось привыкать к новой жизни. Ранние подъемы, строгая дисциплина. Дарья постепенно свыклась с режимом, хотя, признается, было сложно. Наш цех находится далеко от туалета. Для того, чтобы туда выйти, нужно обязательно позвонить дежурную часть и отпроситься. Я просто встала и пошла без звонка. Но с тех пор я отзваниваюсь. В колонии Дарья ухаживает за территорией, работает на швейном производстве. Шьет куртки участникам СВО. С 8 до 4 дня наш рабочий день продолжается. Помогает, на самом деле. Я люблю, когда у нас рабочие дни. Ты занят. Есть время уйти в себя, о чем-то своем подумать, о сыне. Сын женщины, 20-летний молодой человек. Не так давно отправился на специальную военную операцию. Она готова, если будет возможность, отправиться вслед за ним. Если честно, дадут автомат, значит дадут автомат. Я готова абсолютно ко всему. Потому что я знаю, куда я еду. Я бы хотела таким способом отмыть свою статью. Я не считаю себя виноватой. Но если так сложились обстоятельства, я должна сделать все, чтобы вернуть все назад. Женщина уверена, что сможет, так же, как и Сергей Сиренко, выжить на СВО и вернуть себе жизнь. Если не получится отправиться в опасную зону, по женщинам осужденным еще решается вопрос, то Дарья надеется на условно-досрочное освобождение. 2029 год. Ближайший срок, когда маковая узница может обрести свободу. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Горное училище в Барнауле так никто и не купил. Второй аукцион по приватизации здания не состоялся. Причина та же – нет покупателей. Судя по протоколу торгов, размещенном на сайте Росимущества, очередные торги были запланированы на 5 февраля. Но на них, как и в конце прошлого года, не было подано ни одной заявки. При этом условия оставались прежними. Начальная цена объекта – 66 миллионов рублей с учетом НДС. Это рыночная стоимость здания и участка. Ее определили еще в октябре 23-го года. Напомним, здание горного училища – первый памятник федерального значения в России, который вместе с участком пытаются приватизировать через аукцион. Добавим также, что в старинном здании горного училища, начиная с 19-го века, кипела студенческая жизнь. В последние годы известный памятник архитектуры и истории активно разрушается. Порядка 170 спортсменов из разных регионов Сибири приняли участие в первенстве федерального округа по греко-римской борьбе. За накалом страстей среди юниоров до 21-го года следила наша съемочная группа. Первые схватки первенства Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе, посвященного памяти мастера спорта международного класса Федора Хромцова, были жаркими. Еще бы! На турнир приехали состязаться за звание лучших порядка 170 борцов. Здесь участвуют команды из девяти регионов. Это Омская, Томская область, Кемеровская область, Республика Алтай, Новосибирская область, Красноярский край, Алтайский край, естественно, Республика Хакасия. Здесь уже ребята именитые борются, есть и победители России. Также здесь как минимум первый спортивный разряд, как минимум должен быть первый спортивный разряд. Кандидаты в мастера спорта, мастера спорта России уже участвуют на данных соревнованиях. Алтайский край во всех десяти весовых категориях представляют больше 20 спортсменов. Один из них – Иван Козлов. В свои 18 он уже мастер спорта. Этот спорт дал мне очень многое. Закалил во мне, можно сказать, тот мужской характер, который должен был. Результат я начал показывать лет с 15. И пиком, наверное, моей карьеры стало первенство России в 2022 году. Я его выиграл. Хотелось бы связывать дальше свою жизнь со спортом. У всех спортсменов одна мечта – стать олимпийским чемпионом. Но если все же у нас не сбудется, у меня все равно продолжать как-то поддерживать и наш Алтайский край. Выдали руками, выдали. Пойдем. В Алтае очень хорошие борцы. Я как бы видел, как борются, знаю. Молодцы, молодцы. Они как бы идут. Они еще и народу много привезли, пацанов. Зрители следили за поединками и поддерживали спортсменов. За Барнаул болеем, да, конечно. Все нравится. Уровень подготовки на высшем уровне. Ребята все мощные, все заряженные, все готовы побеждать. Все хотят золотые медали. Мы же, понимаете, прекрасная организация. Очень на высоком уровне. Ребята борются зрелищно. Совсем недавно произвели хорошие броски, даже пятиквальные. Обладатели медали этого турнира отправятся на следующий этап соревнований «Первенство России», которое пройдет в Омске в конце февраля. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Белокуриха приняла эстафету у Манджирока. Вот уже второй день сильнейшие горнолыжники России и Белоруссии соревнуются на склонах алтайского города-курорта. Наш регион представляют семь сильнейших спортсменов. Первый день соревнований землячка Вероника Цупикова показала отличный результат, выиграла бронзу. В слаломе одержал победу алтайский горнолыжник Семен Ефимов. Сегодня лыжники разыграли еще несколько наград в слаломе. Итоги мы подведем в ближайших выпусках новостей. На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы «Смотрите завтра» в это же время на телеканале «Толк». Ну а я напомню, что для вас работает телефон редакции 205-545. Далее о погоде. Спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире. Продолжение следует...